Три года назад, стоя на этом месте, президент Кыргызской республики Садер Нургаджевич Джапаров закладывал капсулу под строительство будущей ГЭС Баласару в Таласской области. Спустя три года строительных работ при совместном финансировании республиканского бюджета страны и раскрытого фонда развития станция полностью завершена. Летом 2021 года глава государства Садер Нургаджевич Джапаров заложил капсулу под строительство гидроэлектростанции Баласару в Таласской области. Тогда многие не верили в скорую реализацию данного проекта. И вот на этой неделе в Таласской области на Кировском водохранилище президент запустил в работу ГЭС Баласару. ГЭС построили на нижнем участке Кировского водохранилища. Годовая выработка гидроэлектростанции составляет 92 миллиона 800 тысяч киловатт-часа. То есть она покроет от общего годового потребления Таласской области почти 30 процентов. В летнее время 68 процентов. Население Таласской области потребляет 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Из них до 93 миллионов киловатт-часов будет вырабатывать ГЭС Баласару. Кроме того, в Монасский район будет поступать до 53 миллионов сомов налоговых платежей. Создано 20 рабочих мест с зарплатой в 40 тысяч сомов. Возведение ГЭС Баласару обошлось в 2 миллиарда 800 миллионов сомов. В реализации проекта помог Кыргызско-российский фонд развития. На эту сумму построили здание гидроэлектростанции, произвели монтаж оборудования, установили два силовых трансформатора и провели почти 7 километров лэб. Баласару Карарча и Баласару Покровка. Отсутствие электричества в стране, где почти 90% территории занимают горы и бурно протекают реки, является непростительным явлением. Но мы продолжили искать приемлемые пути развития отрасли и приступили к обеспечению энергетической безопасности. Баласару – это первый государственный проект строительства малой ГЭС за годы независимости Кыргызстана. Он открывает новые возможности для отрасли и положительно влияет на развитие экономики страны. Это также укрепит доверие нашего народа и международного сообщества к власти. Запуск ГЭС Баласару для Кыргызстана – знаменательное событие. Это действие программы развития малой энергетики и перспективное направление. Реализация таких локальных проектов в достаточно короткие сроки формирует один из важных столпов развития большой и, наверное, самой важной для страны отрасли, с которой напрямую связана вся экономика нашего государства, в том числе и социальное положение граждан. Я присутствовал на церемонии закладки капсулы. Её закладывал президент Садыр Джапаров. Честно признаюсь, я чуть-чуть сомневался. Ведь многие годы назад как было. Капсулу закладывали, а потом строительство объектов останавливалось. Однако в этот раз всё по-другому. Мы все видим, что работу довели до конца. И новая ГЭС заработала. Мы очень рады. Желаем удачи в работе Садыру Джапарову и его команде. Развивайся, наш Кыргызстан! Эту ГЭС планировали строить ещё в 80-х годах. Но даже тогда этот проект не реализовали. И вот спустя столько лет ГЭС построили и запустили. Это большой вклад нашего президента и нашего правительства. Мы благодарны. В нашей области много воды. Она использовалась нерационально. А теперь она будет использоваться во благо народа. Реализация ещё нескольких подобных проектов позволит нам преодолеть тот энергодефицит в стране, который мы испытываем, особенно в зимний период. Только в этом году в планах правительства Кыргызстана запуска порядка 20 малых ГЭС. Взять хотя бы гидроэлектростанцию Куланак в Нарынской области. И только она сократит энергодефицит в республике на 18%. И в целом перспективы в этом направлении у нас очень хорошие, отмечают эксперты. Запуск ГЭС должен обеспечить энергетическую безопасность страны, уменьшить зависимость энергетики от цен на топливные ресурсы, полностью удовлетворить потребности населения Нарынской области в электроэнергии. Проект имеет региональный и общегосударственный масштаб, то есть в стране идёт масштабная реформа в энергосекторе. Малые и средние гидроэлектростанции, которые годами нам обещали построить, наконец действительно строятся. Это огромный шаг вперёд. И все эти положительные изменения происходят под личным контролем главы государства Сады Раджапарова. Проектов как в сфере большой, так и малой энергетики действительно много. Часть из них находится на стадии реализации или уже близится к завершению. Если принять во внимание и перспективный план строительства ГЭС Камбарата-1 В сотрудничестве с нашими ближайшими соседями топ-профицит по выработке мощности вполне достижим с большим запасом, что позволит Кыргызстану стать экспортером электроэнергии. Да, мы не сможем выйти на экспорт, построив малые ГЭСы, но у нас есть реальная возможность с помощью них сократить энергодефицит внутри страны. Но мы не должны забывать о реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1. Когда она будет достроена и сдана в эксплуатацию, мы не будем зависеть от импорта электроэнергии, а наоборот станем экспортерами. У нас есть все основания верить, что эти проекты будут реализованы. ГЭС Баласару построили и сдали в эксплуатацию. Почему же мы должны бояться того, что Камбарату-1 не достроят? Это реальный проект. Мощность Камбаратинской ГЭС-1 составит 1860 мегаватт с объемом водохранилища 5 миллиардов 400 миллионов кубометров. ГЭС будет ежегодно производить в среднем более 5,5 миллиардов киловатт-часа электроэнергии. На сегодня также реализуются аналогичные проекты строительства малых ГЭС. Одна из таких мощностью – 20 мегаватт вблизи Папанского водохранилища Ворской области со средней годовой выработкой электроэнергии 80 миллионов киловатт-часа. Ввод в эксплуатацию станции планируется в конце 2026 года. В конце мая месяца текущего года планируется закладка капсулы и начало строительства малой ГЭС вблизи Орто-Тухойского водохранилища Высокульской области мощностью 21 мегаватт со среднегодовой выработкой электрической энергии 75 миллионов киловатт-часа. Ввод в эксплуатацию станции планируется в 2025 году. «Это, думаю, своевременно принятый шаг. Самое главное – бесперебойно обеспечивает электроэнергию. Это обязанность энергетиков. Я думаю, сейчас запланировали это своевременно. И другие проекты, которые направлены на увеличение мощности генерации, она будет давать нам возможность беспрерывно обеспечивать электроэнергией. Ежегодно у нас растет потребность на электроэнергию. В зимний период наблюдается дефицит. Поэтому обеспечивание электроэнергии и своевременная подготовка к этому, я думаю, правильный и своевременный шаг энергетиков». И подобные объекты возводятся по всему Кыргызстану. Отрасль активно развивается. В сектор пришли серьезные инвестиции. Власти республики намерены максимально использовать потенциал возобновляемых источников энергии. Освоение этих ресурсов будет иметь определяющее значение для укрепления и дальнейшего подъема экономики на качественно новый уровень.